Всех приветствую! Наконец-то дело с фрезерным станком сдвинулось. Я его уже подсобрал. Осталось кое-какие нюансы завершить. Приступил уже к сборке электрики. Что я хочу? Токарный станок у меня подсоединен через частотник. Вот его схема. Здесь все просто. Здесь подходит 220 вольт. 220 вольт. Вот два провода. Здесь выходят три фазы на двигатель. И в чем еще загвоздка? Вращение вперед-назад, то есть реверс, у меня подключено отдельно. И оно прямо стоит на станке. Есть даже видео. Там такой маленький рычажок, с помощью которого переключается все это дело. Я же хочу и токарный и фрезерный подключить на один частотник. Чтобы можно было пользоваться, чтобы и там был такой рычажок реверс вперед-назад. Нужно коммутировать одновременно пять проводов. Три провода на двигатель. Это средний провод. Он и туда и туда может идти. И на токарный и на фрезерный. А вот эти два провода тоже нужно коммутировать на фрезерный станок. То есть будет где-то дополнительный переключатель, с помощью которого вот этими вот контакторами будет переключаться вся эта бахрома, все эти провода, вот эти два и эти пять штук, с одного станка на другой. Это пускатели с токарного станка ТВ-4 моего. Но загвоздка в том, что они на 380 вольт. Я здесь уже винтики открутил. Можно снять сами контакты, саму группу контактов. И мы видим здесь лежат катушки, которые на 380 вольт. Я хочу взять и отмотать от каждой часть витков, потому что придется использовать на 220. Я уже пробовал, на 220 они не включаются. Забыл упомянуть, что эти контакторы как раз подходят под мои задачи. Так как имеют 5 групп контактов. Средние контакты это на 3 фазы. Они уже в общий провод даже соединены. А крайние два, они как бы тоже подключаются. И дополнительным переключателем все это можно коммутировать. Буду использовать такой переключатель. Здесь он на 3 положения. Раз, два, три. Получается, контакты какие-то будут замкнутые. Можно было использовать чисто переключатель, даже без контакторов. Но у меня такого сейчас нет. Нужно двухрядный. Тогда бы можно было переключать. Здесь вот три группы контактов сразу переключаются. В общем, с помощью него можно и тремя станками управлять. У меня есть маленькая сверлилка. Возможно, в будущем я ее сюда подключу. Все это надо будет смонтировать на какое-то основание, подключить и попробовать. Как работает. Сейчас попробую нарисовать схему, чтобы было уже конкретно видно. Схемку нарисовал. Вот это частотник. С него выходят три фазы, как я уже говорил, которые пойдут на контактор. Вот сюда, на средние провода контакторов. То есть они тут соединяются один с другом. На силовые. Здесь есть две катушки. Одна и вторая. Которые переключаются вот этим вот переключателем. Вот он переключатель. Идет 220 на сам переключатель. А второй провод 220 на среднюю идет. Сразу подается непосредственно на катушки. На одну и на вторую. Перемыканиями контактов включается либо один пускатель, либо второй пускатель. Один подключен к токарному, другой к фрезерному. То же самое, только вниз. Наоборот. И еще плюс линия управления. Также все перемыкается. Средний провод. Вот он. Я его так схематически обозначил. Это вот этот СК. Средний провод идет на рычажок управления. Для замыкания вот этих контактов надо было вот так обозначить. Чтобы было понятней. В общем, средний провод идет сюда и сюда сразу. Так как здесь есть еще два дополнительных контакта. Ими можно также коммутировать цепь управления. Вот выходит один провод, второй провод. И он идет на один контактор через него. На рычажок фрезерного. И на другой контактор. Уже сам запутался. Правда, вот тут линиями обозначено. Идет на токарный. В общем, все должно работать очень даже хорошо. Осталось только отмотать катушки. Так как они на 380 вольт. Отматывать, честно говоря, точно не знаю сколько. Сейчас посмотрим. Думаю, процентов 20 где-то надо отмотать. Еще важно, чтобы они не грелись. Иначе быстро выйдут из строя. Вот они катушки. Даже неизвестно, сколько тут витков у каждой. Сейчас как раз низкое напряжение в сети. В гараже не хватает света. Поэтому под него мы и рассчитаем эти витки. Сначала одну катушку сделаю, а потом попробую вторую. Вот так идет процесс отмотки. Можно было купить новые контакторы. Но они стоят немалых денег. Да и есть старые. Есть у меня новые, но они четырехконтактные. Сюда еще допконтакты надо покупать. Либо четыре штуки использовать. Поэтому я решил новые не использовать. Они на 220. А решил отмотать от этих катушек часть витков. Вроде удалось добиться хорошего зацепления. Для проверки подключил проводки. Вроде щелкает и не гудит. Иногда гудит, правда. Может мусор попадает, кто его знает. Получается смотал вот столько проволоки. Если посчитать, где-то около двух с половиной тысяч витков. Примерный подсчет ввел. Надеюсь, греться не будет. Сейчас надо вторую катушку также сделать. Вот она родимая. Видно, здесь в этом месте была проволока. То есть примерно вот такую толщину, где-то миллиметра три, я смотал. Сейчас займусь второй катушкой. Ну а потом спаяю всё и будем продолжать. Тело двигается и на промежуточном этапе блок электрики выглядит следующим образом. Я здесь немного скоммутировал уже переключатель. Он должен переключать либо этот контактор, либо этот. Этот контактор должен автоматически выключаться. Схему я уже показывал. Без схемы все гораздо проще выглядит. Сюда подключается частотник. Идет на этот контактор и на этот. Сюда подключается управляющих два провода. Ну а с каждой стороны выходит уже либо на фрезерный, либо на токарный станок. Сейчас хочу проверить, работает ли вот эта вещь. Надо будет подняться наверх. Там у меня свободная резетка. И можно будет протестить. Подключил на 220. Вот провода. Ну вот уже работает. Сейчас включен первый контактор. Немного гудит, правда. Но я надеюсь, когда будет нормальное напряжение, гудеть не будет. Вот так переключается на второй. Обратно. То есть он то гудит, то не гудит. Видна особенность отечественных электроприборов. Итак, друзья, электрика наконец-то готова. Чему я несказанно рад. Вот посмотрите сколько получилось проводов. Не знаю, может это даже как-то не совсем правильно, что столько проводов получилось. Может просто надо было сделать переключателем без всяких пускателей, без контакторов. Не знаю, но уже сделал. В принципе все работает. Вот подключено к частотнику. Подключил токарный. И временно подключил НГФ. Почему временно? Движок уже полностью подключил. А здесь такой тумблер. Он отбивает обратно. То есть он не держится, не фиксируется. В отличие от токарного, где у меня такая приблуда. Как же оно работает? Сейчас подключен фрезерный. Можно его уже немного запустить. Я уже пробовал, запускал. Включаем тумблер. И он пошел. Отпускаю, он быстро тормозит. И можно в обратную сторону. Втулки еще пока не все сделал. Нет шпонок. Поэтому в работе не могу показать. Это уже будет в следующих видео. Видео про мою мастерскую. Чувствую, что скоро запущу я НГФ. Фрезерный станок. А как только я его запущу, сразу сниму видео про мою мастерскую. Чтобы переключиться на токарник, достаточно просто сделать так. И все. Теперь работает токарный. Фрезерный сейчас не работает. Опять же выключаем. Делаем так. Работает фрезерный. Токарный не работает в это время. Такая получилась электрика. Постараюсь сваять здесь кожух, корпус, чтобы все было презентабельно, нормально выглядело и было безопасно. Будет не очень хорошо, если в контакты что-то попадет. В общем, таким образом можно запитать два станка на один частотник. С помощью коммутирующей группы, с помощью контактов и дополнительных контактов на вот эти переключения. Так что кому была информация полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok